значит как сделать мерку для перчаток нужна бумага в клетку тетрадная тетрадный лист и очень важно чтобы в клетке было 5 миллиметров то есть там двух клетках сантиметр чтобы не не было сбоя но потому что я буду по клеточкам считать на это важно очень так кладем руку так чтобы ладонь и рука лежали ну то есть не не вот так было да а чтоб она лежала и максимально ровно но чтоб не вот так вот прям ровненько второй момент чтобы вот эта сторона и вот эта сторона она была параллельно клеточкам то есть пальчики не вот так слегка растопырить и чтобы вот эти пальцы тоже были ну как бы по параллельно ну то есть по сути между ними должно быть одинаковое расстояние главное чтобы вот это было на линии да и вот это чтобы пальчик был на линии что мы делаем кладем руку прямо и держим карандаш перпендикулярно листу без всяких наклонов на видео возможно будет наклон потому что по-другому я никак не сниму ну как бы в живую она вот прям идет ровно-ровно и обводим пальчики здесь вот сюда можно завести принципе то есть главное чтобы это было перпендикулярно здесь очень важно чтобы до конца пальчик карандашик зашел чтобы мне понимать именно вот это место она должна быть четко обозначена и вот когда вот здесь линия остановилась то вот этот пальчик принципе можно немножечко как сказать то есть чтобы мне вот так было чтобы он тоже был максимально прямо и максимально приближен это же его обвести очень важно еще вот этот момент вот прям вот это где само запястье его обозначить вот это важная точка вот это очень важная точка вот самая глубина все это перпендикулярно обязательно ну и соответственно длинный да и вот эти места тоже главное чтобы они были четко обозначены чтобы не получилось что пальчики будут коротковаты вот в общем то и все что мне нужно еще будет совсем хорошо если вот это место измерить в вот 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 это то есть вот где основание пальчиков то есть ладошку не расщепеливать вот так вот сделать и вот эту мерку мне сказать все вот 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 Продолжение следует...